Девушки отдыхают 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 он их кормит так, я корову локрасно закрой Гриндер, Гриндер он их убивает, точно помню, Гриндер убивает Север они на них стоят, на этих семеров он собирает с них удобрения, которые их съедут, ну типа их какашечки они же типа коровы, ну отход у них есть, да, они навоз делают они будут стоять в комнатах, которые будут именно из этих семеров состоять а из семеров по трубам уже будет этот навоз, вот например, смотри, пойдём за мной, покажу тебе давай, давай бегу Погнали сюда, вот сюда, сюда вниз, где-то здесь, вот, вот эту штуку открой, хоровестер, видишь, здесь лучше. А, вижу, вижу. Это что-то типа удобрение, видишь, вот здесь черненькое оно полностью забитое, это мы можем его тут забирать. Вот, я не помню, зачем оно нужно, это удобрение, это тоже как жидкость будет использоваться, вот. О, кстати, прикольно, сколько у нас удобрений уже, а кстати, смотри, у нас почему-то они не засаживаются, у нас закончились семена, наверное. Смотри, сейчас посмотрим, да, тут семян нет, надо притащить. Семян, картошку, картошку, картошку закинуть. Семян у нас уже прилично. Ну, как бы пшеница нам нужна для этого, для разведения животных? Ну, можно, знаешь, половину того, половину того набросать. Пусть будет всего у нас побольше. Я накидаю, ты же с вами весьма здесь. Ладно, я тогда скрафчу нам следующий этот уже ультимейт энерджи-куб. Окей, давай. Так, что-то... А, я... Псидиана там хватит. Да, хватит, 12 штук. Ну, надеюсь, сейчас посмотрим. Там по 2 штуки на этих штук 4, 2 на 4, 8 штук псидиана нужно. Так, сейчас... Всё, просчитал. Слышишь, 8 штук псидиана. Там не только, это нужно ещё 2 слитка. А, ещё 2 слитка, ну вот, 10, значит, штук. Ну да. А у нас целых 12, ну и, в принципе... 14. 14 штук, ну а даже ещё 2, там же у тебя ещё было 2 штуки, правильно. Вот, 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 всё, всё просчитано. Ау. Надя, в пуст за Андреей. О, смотри, ау, у нас тут лежит обсидианного, это, смотри, о, а, это у вас милая. Кирка, топор. Это я тебе её скинул. А, то есть это моя? Окей, ладно. Ну, ты можешь её взять для того, чтобы обсидиан выкакал. Ага. То есть это вот всё остальное обычно, а это обсидиан, там всякие такие алмазики всякие, ты понял? Угу. Окей. Ну, а алмазики можно и другую кирку эту бовать. Ну да, можно и другой. Так, куда я сделал ресурсы? Я выкладывал здесь где-то свои ресурсы. А, вот золото, отлично, всё, золото. Так, давайте мы её всё-таки скрафтим теперь нашу замечательную вещь. Давай, замутим, замутим. Так, что мне там надо было? Мне вначале нужны вот такие плитки, energy. Так, сейчас мы их скрафтим. Окей, вот так вот. Так, две штуки, по-моему, там их надо было. А ты чем сейчас занимаешься? Что ты крафтишь? Я пока ничего не делаю. Я смотрю, вот ты делаешь, бью тебя в бочину. А я щас достану свой меч. Ты чё хочешь, заплопаешься на что-то? Знаменимые, какие модные штаны. Да, а у меня тоже модные штаны. У тебя они какие-то осмы, мумые. А у тебя золотые. Э-э-э. Что значит э-э-э? Ещё прикинь, подерёмся насмерть таки. Ха-ха-ха-ха. Голодные игры? Да. Дай поесть, РСР. На, держи. Хлеб уже. Я хлеба у тебя. Чё, хлебный барон, что ли? Нет, просто я его скрафтил. А, окей. Хлебный барон. Так. Я просто вот думаю, я, знаешь, что я задумался, на самом деле. Вот здесь у нас этот basic energy cube стоит. Я не помню, как я его ставил. А если я его переставлю, то есть я сломаю вот этот basic energy cube. И поставлю ультимейт. Ну, то есть наш новый. Ну. Поставится ли он так, как нужно? Если он не поставится, то будет плохо. Поэтому, наверное... И с этого энергия всё уйдёт, ведь? Да. Ну, это пофиг. Если у нас будет новый, то как бы будет насрать. А знаешь, кстати, ещё я читал вот комментарии к ролику. Ну, в прошлом или позапрошлом, не помню. Там подписчик один писал то, что можно поставить дофига витриков, и у нас будет энергии очень-очень много. Они же легко крафтятся реально, ведь. Ну да, да, да. Так я так и хочу в будущем. Просто ты знаешь, понимаешь, у нас энергии уже некуда девать. То есть энергия понадобится тогда, когда в ней потребность появится. Сейчас такие витрики, ну, зачем их крафтить, когда нужно что-нибудь искать, типа... А ещё вот если вот так вот рассуждать, что тут нужно скрафтить. Нужно скрафтить коллайдер. А для него нам понадобится миллиарды ресурсов всех. Миллиарды, как-нибудь. Ну да. Нужно будет его скрафтить. Можем скрафтить с тобой галактику, галактикор, там эту... И телепортироваться во Вселенную, там, не знаю. Ну, то есть полететь на ракете. На Луну можно полететь. Да, на Луну. Или на Марс. Тут сколько вообще планет есть? Ну, здесь, скорее всего, только Луна. Угу. Может, конечно, остальные тоже есть, но на них, скорее всего, не слетать. Ну, печально. Лучше есть модулер ММ Пауэр Сьюц, короче. А, ну, костюм, ну я знаю, да. Да, модулер Пауэр Сьюц, что-то такое. Который, костюм такой крутой, он, ты помнишь? Да-да-да, можно скрафтить, там можно будет летать на нём, ну, всякие прикольные штучки в нём есть. А, ну и та штучка, которой я хотел заняться, модулер Форс Филд. Вон, тут, конечно, ресурсов нужно будет не так уж много, на самом деле. Но понадобится, понадобится. Так, у нас алмазиков маловато. Защитное поле такое, алмазиков, да, ну ты же хочешь в шахту сходить за алмазами ТРСР. Так, интересно, можно алмазики в пыль переделать и сделать из пыли? Ох ты, нифига, нам тоже алмазы здесь нужны будут, да, чтобы сделать Фокус Матрикс. Фокус Матрикс. Нам понадобится много алмазов, получается. Да, нам понадобится очень много алмазов ТРСР, сейчас смотрю, нам понадобится реально дофига алмазов. А у нас осмевая пыль осталась, интересно. Ну, с одного алмаза будет делаться 9 таких под Фокус Матрикс. У тебя осмевая есть с собой хоть немного? Да, я посмотрю, не, я всё выложил в сундук куда-то. Ну, это печально. Ты ещё и мои некоторые штучки забрал из сундуков. Угу. Ну, это ничего страшного, что ты не можешь докрафтить? Осмевая. Да-да-да, осмевая пыль. Осмевая, осмевая есть слитки. Да, я вижу слитки, мне пыль нужна. Ты из слитков можешь сделать пыль. Ну, это ведь не выгодно. Хотя, в принципе, одно и то. Почему одно и то же, это просто обратное. Ну, да. Вот в крашер засунь их вообще. А, в крашер. Где крашер у нас-то входит? Вот он, вижу. Ну, давайте сейчас тогда и сделаем. О, такой звук сразу же пошёл. Тышь, тышь, тышь. Как будто там долбят. Да, он стоит снизу, есть такая штучка, вон, тых. Ага. Компрессор такой. А, вижу, вижу, вижу. Бааа. Из-за шнора не видно просто, из-за кабеля не видно. Не, видно, видно, видно. Всё, видишь, Росфин удаст. Ну, отлично. Сюда ещё можно поставить апгрейд. Видишь, справа есть такие штучки, это апгрейд. Угу. Почему? Видишь, короче, есть такие штучки S и E. Угу. S это скорость, E это энергия. То есть сейчас всё X1. А если мы поставим апгрейд на энергию, то, например, он будет энергию больше экономить. Будет там X2 экономить энергию, X3 и так далее. А если поставим на скорость, то будет скорость увеличивать производство. Ну, отлично. X1, X2, X3. Это в будущем можно будет такие штуки наделать. Ну да, потом надо будет обязательно сделать, чтобы быстрее у нас всё крафтилось, быстрее ломалось. Да, но это в будущем. И будет замечательно вообще. Когда-нибудь в будущем. Когда-нибудь. Я сейчас понял, что нам понадобится скорость шахта ухты, как у нас ресурсы опять заканчиваются. Угу. Вот. И на самом деле, я ещё посмотрю, что мне нужны ресурсы на все эти вещи, которые я хотел с видеть с Северой. Северов нужно будет 5. 5, 25, 25. Это 50 штук. Гарниться их по 4. То есть охренеться про нас. Всего глина нужно. Нужна глина. У нас глины нет, поэтому я скопчу лопату и пойду за глиной. Окей. О! Кстати, интересно, ради теста ещё что-то попробую сделать сейчас. Что там делаешь, Тересар? Что у тебя там? О! Так, я скрафтил 3 штуки. Мне ещё надо сделать одну. Сделай, Тересар, сделай. Почему бы нет? Ну у нас последний алмазик остался. Ну что, ты сейчас закончишь? Ой. Я закончил, эта штука появится что ли? Ультимейт? По-моему, мне ещё алмазики понадобятся. Сейчас посмотрим где-то. Ну да, ты сейчас сходишь, а я пока поищу глину. Угу. Она в воде есть. Да ладно. Мне интересно. Да. Точно? Наверное. Точно, точно? Нет, не точно. А, приятно. А, не-не-не, смотри. Всё, я сейчас скрафчу, скрафчу, скрафчу. Оказывается, я думаю, почему так темно в игре? У меня Brightness был выключен в этой серии. Так вот, я же тебе и говорил, надо включать всегда. Ха-ха-ха. Когда я тебе говорил, просто у меня почему-то он выключился. Видимо, стволки лаунчер приустановил, не знаю. Так, а как переделать нам из Осмимума? Ой, не из Осмимума. Блин. Мне, короче, нужны слитки обсидиана. Как они крафтятся? Слитки обсидиана? Угу. Пу-пу-пу-пу-пу. Так это... Наверное, закинуть их в печку и всё там. Нет? А, нет смотри. Нет-нет-нет. Нужно в начале, короче, получается сделать refinder Ossmium Dust. Ой, Ossidian Dust и забросить его в Осмимум Компрессор. А, ну вот закинь. А у нас есть Осмимум Компрессор? Да вроде был где-то, посмотри. Так как вот эта шляпа делается в Crusher, понятно. То есть... Стойте, стойте. Я не туда что-то посмотрел. Сейчас посмотрим. Так. Так. Diamond Dust! Ни хрена себе! Что такое? Нам нужно, во-первых, Metalurgic Infuser сделать, если у нас его нет. Metalurgic Infuser у нас есть? Ну, если есть, тогда нам нужно будет Diamond Dust забросить и пыль из Obsidian, и тогда получится вот это как раз Refinder Obsidian Dust, а из Refinder Obsidian Dust можно будет уже сделать Obsidian Ingot. Только так. Только так? Да. Тяжелая задача, Терресар, тяжелая. Да, тяжелая задача. Да, я посмотрю. Вот этот вроде металл... Я вроде первый его скрафтил. Да, вот он, Metalurgic Infuser, он живот, смотри. Это-то я вижу, но... Ладно, давай сейчас проверим, проверим. Забросим сюда. Видишь, ничего не происходит. А что я посмотрел? Что тебе нужно? Да нет, алмазную пыль засунем в левую часть. А откуда я возьму тебе алмазную пыль? Ну так вот, нужно это... Алмазную пыль сначала засунуть. Ё-моё, алмазики нужны. Как найти алмазики, Костя, давай. Говори. Не знаю, Терресар, не знаю. Это необходимо спуститься в шахту и найти алмазики. Уверен? Ну, скорее всего. Потому что других способов, я не знаю, как еще можно побыстрее найти алмазы. Так, сейчас ресурс тогда выложу. И еще, так сказать, когда у тебя будет алмазная пыль, несу ее всю, потому что есть шанс, что нужно будет, например, одна алмазная пыль, это будет несколько обсидиановых этих штучек. Угу. Потому что алмаза там уходит, смотри. Ну да, я знаю, она наполняется просто там, как это. Ты знаешь, что круто все сделала? Смотри, Терресар, файта. Сейчас, подожди, я ее укладываю. Ладно, ну что это тебе, что это тебе? Смотри, смотри, открывай ее. Открыл, да, теперь нажми. Видишь, справа, когда мы слева, там была угольная такая штука, она заполнялась черненькой такой штучкой, да? А если мы откроем рецепт, то видно, что алмаза заполняется такой голубенькой штучкой. А когда это вон биофул заполняется с этой зелененькой штучкой, видишь? Угу, вижу, вижу. Вообще круто сделано, да? Да. Мне нравится. Вон, тут переделываются. У нас же здесь, по-моему, угольная была вот эта. Да, я ее дампнул. Ты ее вижу, вижу. Если такая кнопочка дамп, нажимаешь? Слил, типа слил, понятно. Да, и все, и сливаешь. Я ее слил. Не знаю, правильно ли я ее сделал. Сейчас я ее слил, но лучше сейчас слить, чтобы потом не забыть, что за баг, что за баг. Нормально так. Ладно, пойду найду алмазики. Давай, Тараса, иди, я пока кошку поглажу. Давай, давай. Ей не понравилось. Но играть ей нельзя гладить нормально кошкой. А ты ее ударил? Да, а то она запрыгнула на мою кровать. Она запрыгнула на кровать для того, чтобы ее боссать. Думаешь? Кто знает, может быть, так и есть. Так, ладно, глина пока переплавляется. Я пока посчитаю, что мне там нужно остальное. Ну, он из Севера. Севера мне наш пластик шится. Или мне там нужен пластик? Пластик. Как же давно я пластик не делал? У нас слабого есть деревья. Пластмассовые. Пластмассовые деревья. Так. О, все, кирка сломалась. Теперь буду использовать твою кирку. Ах ты, Ресертрос. Ну, сломалась, потому что моя. Ресертрос. Что я могу поделать? Ресертрос. Так, на 11-ой отметке лучше всего алмаза добывать, да? Ну, я не знаю, я пью, но так и добываю. Угу. Хотя, знаешь, на самом деле, хрен его знает, где там лучше добывать. Никто не знает. Это спор, вечный спор мудрецов. Угу. Мудрых школьников, которые шарят или не шарят. Ну, можно и так сказать, РСР, можно и так сказать. Так, я тут еще несколько апгрейдов нашего дома, наверное, проведу небольших. Да, е-мое. На самом деле, очень удобная кирка, вот эта кирка лопата-топор, позволяющая нам не только рубить, но и копать. И... Да, делать все, что угодно. Да. Очень полезная вещь. Ну, алмазики у нас... Потом труба шатать, если понадобится. Да. Можно будет лицо кому-нибудь всковырять. Или вскопать. Ну, можно и вскопать, да. Или... Или срубить, рубануть. Ну. Так, я же кое-что еще небольшое... Я, как сказал, апгрейды небольшие сделал. Сейчас кое-что добавлю, тут нам не хватает. Я так понял, что, в принципе, мы здесь не смотрим за этим, а вдруг... А вдруг куда-нибудь пойдет... Не в хорошее не смотрим, я решил двоить сундук. Ага. Здесь вот, где у нас с помощью ресурсы шли, да, там уже начало взбиваться всякими семенами, там и так далее. Ну, где у нас еда идет. Да, помню. Вот, я сделал там двойной сундук, подумал, что так нужно... Кстати, знаешь, как можно было бы сделать? Можно было сделать три сундука, да, поставить сортировщики. Или воронки. Или даже не воронки, а сортировщики, если он круче выглядит. Там все проще. В этом сортировщике можно делать сразу же во все стороны, куда что нужно. То есть, где бы пришлось поставить воронки, да, а здесь сортировщик ставишь в один блок, да, вынимает, налево будет раздавать одно, вправо другое. А, да-да-да, я такие помню. Они, по-моему, разноцветные какие-то. Да-да, ну, это специальные трубы были в билдкрафте, а здесь, а здесь это специальный блок такой, и он может раздавать еще вверх и вниз. Ну, прикольная штучка. Да, то есть, можно сверху и снизу поставить под ним в сундуке, он будет в них засовываться, например, в мусор. То есть, поставить точно здесь мусор, то пусть идет вот вверх и вниз. Угу. Кстати, мобов не видно, это радует. Это подозрительно даже, я бы сказал, потому что я их вообще не вижу. В пещере, да, нет мобов. Чувак, я вообще не вижу мобов. А у нас ночь? Да, ночь на улице, я вообще их не вижу. Ну, они, видимо, выходной сегодня, наверное, у них, у мобов. А нет, ты же паука. А, значит, видимо, все. Хорошо, да, пауки. Вспомнили. Так, ты коров не размножал в случае? Ну, размножил и покормил. Ну, может быть, еще раз можно покормить, посмотри. Ну, сейчас возьму немного сеного, попробую. Давай, давай. Лишними-то как никогда не будет, сам понимаешь. Да. Лишними коровы не бывают лишними. Ну, логично, логично, трансфер, я сказал. Я даже не буду комментировать эту логичность. Лишними коровы не бывают лишними, да. Это, конечно, странно. Покормил, покормил. Так, две спарились у меня уже. Раз, еще одну. И еще две, все, еще две спарились. Отлично. Еще плюс два теленка. О, замечательно. Теленки, они любят много. А можно потом, знаешь, сделать, можно было сделать так, чтобы от фермы сено сразу же направлялось к нашим коровам. Да, в принципе, можно, но тогда они не будут его хавать, я думаю. Почему нет? Там, смотри, где, там будет специальный механизм, который будет заставлять их в нужное время, который, как только корова проголодалась, он сразу же заставляет ее есть. Не, ну, если механизм поставить, то, конечно, да. Да, и к ней с нашей фермой провести вот эту штучку, сделать сортировщик в будущем, да. Семена будут сразу же уходить обратно на ферму, чтобы все высаживать автоматически, чтобы они сами не бегали, не сажали, да. А сено будет сразу же идти на этот, ну, на отбой коровам. Угу. Потому что мы все равно с коров будем получать мясо, поэтому сено нам уже будет не нужно. Будет гриндер, который будет часть коров убивать, то есть нужно сделать, ограничить стадо до 5 человек, до 6, предположим. 6 коров в больших максимум. А там можно ограничивать еще так? Да, 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 там все это настраивается. Ты можешь сделать так, чтобы у тебя было 10 коров, например, если остальных он убивал. Замечательно, прикольная вещь. Молоко он с них может сам добывать. О, так это вообще отлично. А, кстати, да, я сейчас, наверное, трансерку что покажу, он не знает об этом. Ха-ха-ха. Давай-давай. Дорогие друзья, вы сейчас уже увидите, что я хочу сделать, вот. Сейчас я вам покажу, а трансерка об этом не знает, не знает. А в этом моде есть много разных приколюшек, которые добавляют... Эта штука тебе понадобится с собой в шахте, наверное. А с вами при добытии обсидиана. Интересно, что это? Потому что она добавляет кое-какой баф интересный. Может быть, чтобы не тонуть в лаве? Да, наверное, наверное. И не умирать, может быть, огнестойкость какую-нибудь? Да, да, трансерка. Ты в шахте? Да. В сторону обсидиана ушел? Да я алмазы нашел. Алмазы? Да. Бегу к тебе, трансерка, бегу. Вот сейчас до тебя дойду, я там закончу нашу серию. Здесь много алмазиков. Ой, чуть не упал, чуть не упал. Хорошо. Ух ты, как много алмазиков-то. Так, я около обсидиана, ты где? Пять штучек. Я далеко. Как-то я далеко. На правую ушел, там просто или такое раскал? Я в твою, куда ты до этого копался, помнишь, там проход выпал? А, в мою ушел? Да, да, да. Я в Капсидиану, что ли? Нет, я в свою пошел. Ой, в твою пошел. Так. Я понял. Еще золото нашел. Сейчас мы его добудем. Отлично. Здесь просто нормальное такое место, расщели на природную шахту, короче. Это я не шел, ушел на природную шахту нашел? Да. Я прокопался там дальше. Ну, я вроде бегу и слышу, где следы какие-то умирают. Лученькие такие, да, так как-то здесь какие-то туннели на структуре. А, на одни стороны вот все-то скопался. Да, да, да. И там и пошел дальше. Да, скопался. Вон, вижу, стой, остановись. Стоп, стоп. Скользься, стоп. Извините, я вижу. Как тебе копаюсь просто. Тарасер, как ты думаешь, что находится у меня в инвентаре? Ну, вполне возможно, что у тебя в инвентаре находится... Так, закрыть глаза, ну да, вернись, вернись-ка. Ладно. Вернулся, да? Да, я не смотрю, смотри на упор. Я сворачиваюсь. Что за... это молоко? Да, здесь можно разливать из ведра. Изделья, я баф дает тебе. Каст, я вижу. Обра, лучше бы не поломать. Так, сейчас попробуем. Сейчас вылезу. Он всего на 6 секунд дается. Ну, если в нем сидеть в молоке... Да, если вот так вот, смотри, его разлить, да? Вот так вот копаешь, 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 быстренько хоп, обратно молоко. Копаешь, 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 быстро хоп, молоко. Ну да. Видишь, быстрее намного, да? Ну. Вот тебе оставили молоко. Да, видишь, да. Давай, давай мне в ведро молока. А если вылить на лаву, что произойдет? Не знаю, попробуй. Давай проверим. Только смотри, ты не на самую лаву сверху где-нибудь там. Да, давай смотри, да я понял. Смотри, подожди, стой, сейчас нам воду еще вылим. А, она не будет, ничего. Она не взаимодействует? Да, не так взаимодействует, но они типа это, разные жидкости. Так. А, да, вода смотри, ты лаву все закрыл, Терасер. Сейчас, сейчас, сейчас я туда пройду. Такое ощущение, как будто молоко превращает воду в воду. Да, 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 взаимодействует с ней, вода начинает дальше растекаться. Ну что ж, в принципе, на этом все. Смотри, смотри, сейчас, под конец. О, молоко тоже оно превращает обсидиан в ламбу. В общем, было бы запеченное молоко. Да, или какие-нибудь там, кефир какой-нибудь. Да, ну что ж, на этом все, с вами будет Демастер. Да, и Терасер всем больше. А, и Терасер. Ой, откуда, откуда это? Не знаю. На этом все, всем удачи, дорогие друзья. Ну, естественно, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте, делитесь роликом со своими друзьями, знакомыми, близкими. Терасер, подталкивай меня быстрее. Да нет, не блок ставь. Ты что делаешь? Я хотел закрой, закрыть. Меня добить не нужно. Вот, на этом все, всем удачи, всем пока, дорогие друзья. Да, ребята, всем пока.